В Петербурге на рыбном форуме представители власти и бизнеса ученые и эксперты обсуждают наиболее актуальные проблемы мирового и российского рыбного рынка и связанные с ним экономические и социальные проблемы. О вызовах отрасли говорим с генеральным директором русской рыбопромышленной компании Федором Кирсановым. Насколько нам известно, в прошлом году русская рыбопромышленная компания представила инвестпроекты, которые реализуются в рамках государственной программы инвестиционных квот РРПК. Недавно вы этот список инвестпроектов расширили и нам интересно, каков в итоге объем инвестиционной программы и каковы сроки ее реализации. Это наша гордость, это действительно большая инвестпрограмма общим количеством 10 супертравлеров, которые строятся здесь, в Петербурге, на Адмиралтейских верфях. Стоимость программы больше миллиарда долларов. Мне кажется, это принципиальный проект для отрасли, для нашей компании. Он сильно изменит рыбопромысловую всю индустрию через 2-3 года, когда выйдут новые суда. Как он может изменить? Очень просто, потому что суда станет намного эффективнее. Они будут ловить больше, перерабатывать лучше и производить продукцию с так называемой добавленной стоимости. То есть уже практически готовую для конечного потребителя. Плюс мы запустим несколько видов продукции, которые раньше не производились. С одной стороны, это инвестпрограмма, когда вы вкладываете свои средства. С другой стороны, это господдержка и квоты. Как это работает? Это работает достаточно неплохо. Мне кажется, регулятор нащупал правильный вектор. Я надеюсь, он на этом не остановится. То есть в чем получается задача? 15% квот отдаются тем компаниям, которые строят новый флот. И эти 15% в абсолютном выражении достаточно значимый объем квот, который частично, подчеркиваю, частично окупает строительство нового судна. Остальное окупаемость или экономика идет от освоения уже существующих квот. Вот мы первый этап сделали, все квоты распределены. Ну вы вдумайтесь, всего 20% квот отдали на инвестпрограмму. 5% на заводы, 15% на суда. Проблема в чем, что на бассейне на Дальневосточном больше 100 добывающих судов. А придет по этой новой программе всего 10. Наших и 5 у коллег, которые тоже строят. Итого 15-16 судов. Вопрос, а что делаем с остальными? И мне кажется, государство уже должно сейчас, наверное, задуматься о следующем шаге и увеличить эту программу на большее количество квот. Не 15%, а может быть 30%, может быть 50% сделать. Для того, чтобы дальше стимулировать обновление флота. А обновление флота, первое, это лучшая экономика. А если лучшая экономика у компаний, значит это и налоги, и рабочие места. Второе, это экологичность. Наши суда абсолютно не выбрасывают и не загрязняют ни среду, ни флору, ни фауну. И все перерабатывается на борту, то есть у нас нет отходов. Третье, это безопасность. Если вы сейчас гоните, в каких условиях работают моряки, это, безусловно, не та атмосфера. Поэтому мы на новых судах создаем абсолютно комфортные условия. Это как 4-х звездочный отель, где можно жить, работать и зарабатывать. Поэтому я считаю, что государство должно смотреть вперед и уже продвигать следующий этап в формате инвест-квот, выделять дополнительные квоты, чтобы дальше стимулировать судостроение новых эффективных судов. Значит, сейчас идет диалог между представителями отрасли и регуляторами? Мне кажется, у нас очень хороший диалог. Отрасли в контакте с регулятором и Росраболос занимает достаточно активную позицию, за что им большое благодарность, что они смогли сдвинуть эту историю. Отрасль ждала вот эту программу 20 лет. И вот они это сделали в прошлом году, за что мы, безусловно, благодарны руководителю Иль Васильевичу, который эту программу продвигал и смог убедить всех, и она реализуется. Но мне кажется, мы созрели до следующего шага. Петр, вы сказали, что квота в 15% достаточно мала. А сколько, в принципе, стоит строительство нового суда? У всех суда разные. Наше судно стоит порядка 6 миллиардов рублей одно. Очень дорогое, очень насыщенное, очень непростое. И не каждая верфь может построить такое судно с точки зрения техники. Достаточно сложное судно. Насколько мне известно, недавно выступили с инициативой о том, что выйдут как раз квоты на строительство судов, которые вылавливают краба. Что намечается за изменения и к чему оно может привести? Это знаковое событие для отрасли. Недавно был принят закон, который предполагает аукцион крабовых квот в этом году. Это, мне кажется, очень правильный шаг. Уже, наверное, не будем обсуждать. Закон принят, поэтому мы все готовимся к его исполнению. Единственный нюанс, он обязывает строительство краболового судна под определенный лот-квот. Это значит, что на того, кто выигрывает на аукционе, налагается обязательство в определенный срок построить определенное судно с определенными минимальными требованиями. Краболов так называемый. С каким вызовом может встретиться производитель? Какой недочет есть в этой программе? Неожиданно сейчас в эфире появились сведения о том, что будет дополнительное обязательство на тех, кто выигрывает квоты, построить судно в определенном регионе. Например, если ты на Дальнем Востоке строишь на Дальнем Востоке, если ты выиграешь квоту на Северо-Западе, ты строишь на Северо-Западе. Понятно, откуда это требование возникает, регионы хотят развиваться. Но я лично занимался контрактацией супертраулеров наших и, поверьте, не понаслышке знаю судостроительную отрасль. И вот, если честно, построить 30 судов на Дальнем Востоке – это задача в 5 лет нереализуемая. Почему? Потому что на Дальнем Востоке 26 верфей или заводов, как они называются, но есть нюанс. Только 5 из них судостроительные, все остальные судоремонтные. И есть большая разница верфей или заводов, которые ремонтируют суда, и те, которые строят. И если вы посмотрите на статистику, за последние 5 лет на Дальнем Востоке было сдано 6, может быть, 7 судов за 5 лет. А здесь за 5 лет нужно построить 30 судов, оснащенных фабрикой. То есть это не танкера, это не баржа. Внутри будет перерабатывающий цех. Это технологически сложное производство. За 5 лет они построили 5 штук, а тут нужно в 6 раз больше. Я просто сильно сомневаюсь, что это будет возможно. Одно дело, если бы оно строило одно судно или два судно, за 5 лет это можно успеть. Но когда оно будет строить 10 судов, например, одна верфь, там всего 4 судостроительных верфей. Каждому, по сути, из 30 нужно 7-8 штук построить. За 5 лет это нереалистично. Цикл строительства одного краболова составляет где-то 28-30 месяцев. Грубо считайте, что 2,5 года. Поэтому физически будет сложно, что верфь не достроила. Мы свое обязательство нарушили. У нас забрали квоту. Соответственно, мы предъявили верфи, что верните деньги. Нам этот краболов больше не нужен. Потому что если у нас отобрали квоту, зачем нам краболов? Поэтому хочется не допустить ситуации, когда мы хотели сделать как лучше, а получилось, как всегда, в России. А решение какое есть? Очень здравое решение Илья Васильевич Шестаков предложил. Это некий компромисс 50 на 50. То есть на Дальнем Востоке предполагается 30 лотов. Вот 50%, то есть 15 лотов строить на Дальнем Востоке, на мой взгляд, это амбициозная, но реализуемая задача. А 15 уже на усмотрение инвесторов или тех, кто будет участвовать в аукционе. Выбор локаций, где строят. Главное построить потом здесь. Можно эти суда перенести? Перевести это несложно, это достаточно просто. Это два месяца. Так делают все, и это несложно. Мы просто говорим с вами о том, что просто инфраструктура Дальнего Востока не готова, и верфи не загружены, потому что их мало. Может быть, стоит построить новое? Построить верфь – это от трех лет. Краболовы нам будет нужно построить за пять лет, начиная с 2020 года. Поэтому, мне кажется, строить новую верфь, первое, долгое, и программу не успеет. Второе, я бы системно задумался, а зачем нам столько верфей на Дальнем Востоке? Мне кажется, это будет избыточная мощность, потому что пройдет пять лет, а что с ним строить еще? И мы в результате разобьем инфраструктуру, сложим деньги, государство вложит инвестиции, дальше оно снова останется не загруженным. Кроме того, важно отметить, строительство на Дальнем Востоке на 20% дороже, чем на Северо-Западе. Поэтому это те деньги, которые могли бы пойти в стоимости квоты на аукционе. То есть государство их не получит, потому что мы будем вынуждены платить эти дополнительные деньги верфям за их неэффективность. Федор, если мы уйдем от разговора в таком узком направлении, я бы хотела вас спросить, как вы можете оценить, в принципе, развитие рыбопромышленного комплекса сегодня? Я хочу похвастаться. Вот тенденция какая? Мы запустили продукты, которые уже готовы к потреблению, к, так сказать, ритейлу, упаковке. Что вы имеете? Вот мы начали продавать наш минтай в таких порционных коробочках, 4 порции, филе или фарш. Достаточно удобная штука, что каждый может дома взять маленькую коробочку, кинуть на сковородку и приготовить минтай. То есть уже готовый полуфабрикат? Да, да, это готовый полуфабрикат, очень удобный в приготовлении. И, наверное, такая, что мы, как рыбодобывающая компания или отрасль, начинаем двигаться ближе к потребителю и начинаем, наконец, кормить наших людей вкусной и, самое главное, полезной рыбой. Я вот вам хочу несколько фактов про минтай привести. В минтае количество белков одинаковое, что в мясе курицы или в мясе говядины. Но есть нюанс. Количество жира в минтае меньше, чем в говядине и меньше, чем в курице. И самое уникальное, что это маленькое количество жира, оно не просто вредный жир, потому что все мы боремся сейчас с холестерином, ожирением. Этот продукт, он еще богат омегой-3. То есть этот жир, он хороший жир, он богат омега-3, который полезен для сосудов и для того, чтобы бороться со всеми проблемами, связанными с кровью и кровообращением. Поэтому, вот мне кажется, тенденция какая? Первое, начинаем есть больше рыбы. Второе, мы начинаем уже поставлять на российский рынок полезные и вкусные продукты, в том числе минтай. Получается, более глубокого передела, вы сказали. Да, мы строим три завода, на которых мы будем перерабатывать нашу продукцию и продавать в России. И уже сейчас запустили продукцию, которую можно найти на прилавках в нескольких и в ленте, и в локальных. Икра и рыба есть в Петербурге, сеть, мы там уже давно продаемся, очень успешно. Продукция крайне востребована. Еще раз, очень полезная рыба, в 4 раза дешевле, чем треска, с теми же всеми свойствами. Так что, кушайте на здоровье. Обязательно. Федор, спасибо вам большое за интересное дело. Очень приятно, спасибо, Татьяна.